Совет Федерации заморозил индексацию зарплат госслужащих Виталий Петров. Совет Федерации одобрил законопроект, замораживающий индексацию зарплат госслужащих до 2016 года, а также социальных выплат и пособий различным категориям граждан в рамках отдельных законов. Вместо этого размер индексации будет определен в законе о федеральном бюджете, поправки в который сейчас рассматриваются в Госдуме. Документ приостанавливает до 1 января 2016 года действие положения 24 федеральных законов в том, что касается порядка индексации окладов государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, социальных пособий и компенсаций. Согласно приостанавливаемым положениям индексация проводится ежегодно исходя из прогнозируемого уровня инфляции, который устанавливается законом о федеральном бюджете. Что же касается индексации социальных выплат для наиболее нуждающихся граждан, которую парламентариям удалось отстоять, то она пройдет в два этапа и коснется свыше 20 миллионов человек. Сначала выплаты увеличатся на 5,5%. Затем будет произведена доиндексация до фактического уровня инфляции по итогам 2015 года. Документ приостанавливает до 1 января 2016 года действие положения 24 федеральных законов. Читайте также. Главам коммерческих компаний разрешат не обнародовать данные о доходах, учитывая то, что на следующей неделе Госдума продолжит обсуждение бюджета. Сенаторы подготовили ряд своих поправок для депутатов. Одна из них касается увеличения поддержки в текущем году социально ориентированных отечественных НКНО на 621 миллион рублей. Идея была озвучена зампредом Палаты Евгением Бушмином и поддержана председателем Валентиной Матвиенко. Мы не должны сокращать финансирование наших НКНУ, а, напротив, должны его увеличить. Если мы не сделаем это, ему на смену придет финансирование из-за рубежа. Очень просим поддержать наше предложение, сказала она, обращаясь к присутствовавшему на заседании министру финансов Антону Силуанову. Тот пообещал найти дополнительные источники финансирования. Важную лепту Верхняя Палата внесла в борьбу с транспортными зайцами, одобрив взыскание штрафов с безбилетных пассажиров через суд. Как и раньше, за отсутствие проездного документа будут штрафоваться граждане, следующие в поездах и электричках. Однако, как пояснил замглавы Комитета по экономической политике Сергей Шатиров, перевозчику предоставляется право организовать контроль наличия и действительности проездных билетов и при посадке в поезд, и в пути следования, а также в специальных пунктах контроля. На безбилетников возлагается обязанность приобрести билет. При отказе зайцу придется оплачивать штраф по решению суда.